Здравствуйте, меня зовут Андрей Дрейер, это Коммунальный патруль на телеканале Толк и в этом выпуске. Пока солнце в зените, а крыша течет, в Барнаульской хрущевке женщина живет без света. Теперь горит зеленый, первая геометка нашей коммунальной карты поменяла статус патруль, помог жителям избавиться от опасной ямы. Коммунальный лайфхак, как простым и законным способом платить за услуги ЖКХ меньше. А в начале выпуска мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку телевидения и нажимайте на значок рассказать о проблеме. Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на желтый, когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до зеленого, если соответствующие службы эти проблемы решили, или черного, когда ситуация не изменилась. Сегодня мы расскажем вам о доме на улице Новороссийской, 11, в котором, по словам собственников, крыша протекает уже несколько десятков лет. Проблема уже перерастает в прямую угрозу безопасности жильцов. В феврале года вода оставила жительницу пятого этажа без света. Кто должен провести ремонт и как быть с домом? Мы попытались ответить на эти вопросы. У меня идет постоянная борьба. Я сначала здесь выливаю банки, потом бегу в ту комнату, выжимаю тряпки, быстро выливаю ведра, опять бегу сюда, потому что наполняется это очень быстро. На Новороссийской, 11, протекает крыша. В сухую погоду остаются только такие пятна, а в ливне панельную хрущевку просто заливает водой. Только этот декор к условиям аквариума пока не приспособлен. Здесь были глазки, когда-то тут планировалось очень красивое панно. Сейчас у меня здесь бесплатная душевая кабина. Настолько сильно заливать квартиры, по словам жильцов, уже несколько лет. В этом году к таким потолкам добавилась еще одна беда. 18 февраля этого года мне пришлось обратиться к службе МЧС, то есть по номеру 112. Я уже не справлялась с самой ситуацией. То есть вот настолько начало искриться. Отключение автомата в счетчике не дало никаких результатов. Я позвонила в МЧС. Приехал дежурный электрик от аварийных служб, соответственно, потому что переадресовали туда звонок. И поскольку ничего нельзя было сделать, он попросту отрубил провода. Теперь, чтобы не было риска короткого замыкания или возгорания, пенсионерка живет почти без света. Осталось электричество только на кухне и в ванной. Вот если есть понятие такое, что дежурный чемоданчик, тревожный чемоданчик, то вот у меня тревожная тумбочка. В ней живут шпателя, стройматериалы. То есть я периодически все это подскабливаю, шпаклюю. Ну потому что как бы... То есть как только новая протечка, вы сразу все начинаете... Естественно. Вот в этом году я уже просто перестала это делать. Ну попросту по физическим показаниям своим. Здоровье не позволяет Любови Гурьевне продолжать постоянный ремонт. Она в корсете, долго стоять противопоказана. На ногах они в постели, она ради камеры. Хочет показать весь масштаб разрушения. Черная плесень, грибковые соединения. То есть это уже грибок пошел? Это уже грибок пошел. В доме на Новороссийской 11 знаменитая песня этого исполнителя звучит по-иному. У меня повезло, у меня бежит по швам, по плитам. А 69-я квартира бежит по каналам электропроводки. Ольга Затолокина – одна из активнейших жителей дома на Новороссийской 11. Ее трудами о проблеме знают жилищная инспекция, прокуратура, администрация города, правительство, края. Комитет ЖКХ города Барново. Еще раз комитет ЖКХ. Слушайте, я впервые вижу такое количество писем. Все пишут примерно одно. Латочный ремонт должна проводить управляющая компания. Капитальный запланирован только на 26-28 годы. Эксперты в сфере ЖКХ уверены – дату можно изменить. Что касается собственников, то никто их не ограничивает. Принятие решения в том, чтобы сегодня решить вопрос о проведении капитального ремонта кровли, то есть посредством сбора денежных средств. Но сами жильцы уже настолько изучили вопрос, что знают свои права на уровне юристов. Сдвинуть сроки, которые у нас определены на 26-28 год, только представляется возможным путем проведения собрания жильцов, повышения тарифов на капитальный ремонт с квадратного мертра каждой квартиры, составлением протокола и обращением в администрацию города. Но чтобы весь этот цикл действий произвести, мы должны сделать экспертизу. Собрание прошло, мы все проголосовали за повышение тарифов, сдали деньги на экспертизу, ждем экспертизу, которая должна быть в мае, но ее пока нет. Обязанность управляющей компании не проводить каждый раз экспертизу, обязанность управляющей компании устранять протечку, хотя бы временно, но устранить. Текущий ремонт помогает не сильно, но он необходим, чтобы дом дожил до капитального. Управляющая компания, как организация обслуживающая дом, должна принять все меры для того, чтобы не было протечек. Да, выполнять вот этот латочный ремонт. И этот латочный ремонт выполнять все время, до тех пор, покуда не будет решен вопрос о капитальном ремонте. В этом году еще какие-то работы планируются у вас? Да, конечно. Именно по этому дому, да? По этому дому, да, также будем продолжать делать латочный ремонт. То есть обязанность управляющей компании, что поступила заявка от какой-то квартиры, мы обязательно должны ее устранить, нанести покрытие и так далее. Латочные работы не спасают, поэтому жильцы подают документы на актуализацию капитального ремонта в надежде, что его проведут раньше, 2026 года. Развязки этой истории нам предстоит ждать еще очень долго, но теперь у нас есть пример того, как после выхода нашей программы вопрос решился за несколько дней. В одном из прошлых выпусков мы рассказывали о проезде рыбозаводском, на котором провалился асфальт. Вот так выглядела дорога несколько недель назад. Асфальт вместе с канализационным колодцем ушел под землю. На жалобы официальной инстанции долго не отвечали. После привезли кузов песка и засыпали яму. Уже под вечер песок просел. После того, как съемочная группа побывала на месте, проблему решили. Вот так теперь выглядит этот провал на рыбозаводской. Засыпали гравием и поставили заграждение с соответствующими знаками. Опасности больше нет. Жители ждут только ремонта самого дорожного покрытия. А мы, в свою очередь, на карте коммунального патруля меняем цвет геометки на зеленый. Далее переходим к советам экспертов в сфере ЖКХ. Как можно сэкономить на оплате коммунальных услуг? Собственник жилья обязан оплачивать коммунальные услуги, связанные с содержанием жилья. Это отопление и общедомовые нужды. Однако за то, что гражданин потребляет сам, он может не платить. В том случае, если жилое помещение обеспечено приборами учета, и собственник жилья там не проживает, и вообще никто не проживает, и не пользуется энергоресурсами, то можно написать в соответствующей организации заявление и не платить за период, который будет указан в этом заявлении. Но это если вы не проживаете? Если вы и не проживаете, и не потребляете данные энергоресурсы, необязательных пунктов квитанции нет. Все пункты, они обязательны, они согласованы либо с жильцами, если это управляющий, если это ТСЖ, либо с законом, если это управляющая компания. Для того, чтобы жильцу убедиться в том, что он платит по квитанции все правильно, ему необходимо написать письменное заявление в управляющую компанию либо в ТСЖ с просьбой разъяснить, за что, какие платы на основании чего, и почему именно такие тарифы. И поставщик ресурсов обязан мотивированно ответить в письменном виде с ссылками на норму права. Если у вас тоже течет крыша под окнами свалка, дом в аварийном состоянии или беспокоит другие коммунальные проблемы, обращайтесь к нам. Заполняйте форму на сайте толкньюс.ру, и мы попытаемся вам помочь. Это был Коммунальный патруль. До встречи. Коммунальный патруль. Коммунальный патруль. Коммунальный патруль. Продолжение следует...